Это программа Агент Бизнеса, совместный проект телеканала Россия 24, сообщество предпринимателей, клуб лидеров. Меня зовут Юрий Богданов, здравствуйте. На ваших глазах мы создаем первый в истории страны рейтинг делового гостеприимства. Каждую неделю мы проверяем один российский регион. И сегодня Агент Бизнеса отправляется на Камчатку. Это уникальный регион нашей страны. Его лозунг «Здесь начинается Россия». Это полуостров вулканов и гейзеров, где горнолыжным спортом можно заниматься 9 месяцев в году. Столица края расположена на берегу незамерзающей Авачинской бухты Тихого океана. Камчатская земля богата золотом и никелем, найдена месторождение угля и газа. Есть также обрабатывающее производство. Но ведущей отраслью остается рыболовство. На Камчатку приходится более 22% добываемой в России рыбы. А красные икры производят 7,5 тысяч тонн в год. Это 15 миллионов таких полукилограммовых банок. Основные камчатские предприятия тоже связаны с рыбой. Это колхоз «Имени Ленина», компания «Акрос» и «Океан Рыбфлот». Из недр пользователей можно выделить золото Камчатки, входящую в группу Ренова, и НПК «Геотехнология», принадлежащая швейцарской Молумин. Увидеть регион глазами инвестора и опытного предпринимателя – вот задачи агента бизнеса. По ходу поездки он будет заполнять специальные чек-листы. Их составили для проекта ведущие эксперты России. Всего 75 параметров. Они разделены на 8 блоков. Это институты по привлечению инвестиций, производственные площадки, городская и транспортная инфраструктура. Максимально возможная оценка – 100 баллов. Агент бизнеса сегодня предприниматель Сергей Будник развивает технологию обработки продуктов питания ускоренными электронами. Это позволяет существенно продлить срок годности пищи. И мы можем еще сделать одну вещь, очень важную – это однозначно инактивировать кишечные инфекции. Сальмонеллу, листерию и любые другие вредные микроорганизмы. Первый завод компания строит под Калугой. На Камчатке возможно строительство второго подобного комплекса. Сергей выбрал регион, исходя из его экспортного потенциала. Камчатская продукция легко экспортируется в Японию, Китай и Республику Корея. Никольская сопка. Именно у ее подножья к берегу Камчатки предстали первые корабли экспедиции Витаса Беринга. Святой апостол Петр и Святой апостол Павел. По именам которых и был назван город, основанный в этом месте. Бухта Петропавловска может принять любое судно. Другое дело, порт, особенно пассажирский, он не популярен. Власти хотят это исправить, отреставрировали морской вокзал. Но агенту бизнеса его оценить не удалось. Аэропорт Петропавловска оказался более доступен, но Сергею он не понравился. Здание аэровокзала уже несколько лет готовят к модернизации. Выдача багажа вынесена на улицу, где построен специальный ангар. Внутри аэропорта очень тесно и при этом не просто с навигацией. Агент бизнеса несколько раз заблудился в здании. Одновременно с посадкой и регистрацией в аэропорту идет ремонт. И на вопрос, а что, если люди, проходящие мимо окрашенной стенки, они ее тиранутся, мастер сказал, ничего, я подкрашу. Между прочим, самолет – единственный способ попасть на Камчатку. От Москвы до Петропавловска почти 7 тысяч километров. На автомобиле и поезде не доехать. Нет связующих железных или автомобильных дорог. Перелет из Москвы продлится 8 часов. Еще одна сложность для прилетающих на Камчатку – разница во времени. С центральной Россией целых 9 часов. Когда в Москве 3 часа дня… В Петропавловске на Камчатке полночь. Первую ночь агент бизнеса проводит в столице региона, в небольшом отеле, где у всех номеров есть имена собственные. Сергея по статусу заселили в полулюкс. Здесь будет жить начальник Камчатки. То есть я. Номер чистый и просторный, но удобств в нем немного. Нет телефона, мини-бара и холодильника. Звукоизоляция тоже оставляет желать лучшего. Те же недостатки нашлись и во втором отеле – в поселке Паратунка на термальных источниках. Гостиница претендует на 4 звезды, но часто меняет владельцев и название. Не мудрено, что ее нет в глобальных системах бронирования. Да и на местности отыскать оказалось непросто. Мы не видели указателей на этот отель, поэтому нам пришлось расспрашивать местных жителей. И мы нашли его не с первого раза. Гостям полуострова сложно найти не только приличный отель, но и качественный ресторан. За время, проведенное в Петропавловске и окрестностях, Сергей лишь однажды со вкусом заполнял чек-листы. Камчатские гостиницы он оценил на 59,5, а рестораны – на 71 балл из 100 возможных. Так звучит Камчатка. Полуостров – уникальный природный и этнокультурный край. Здесь 29 действующих вулканов, в том числе крупнейший на материке – Ключевская сопка. А еще долина гейзеров, термальные источники, заповедные реки и прочие места силы. Это пеликен. Традиционный корягский божок. Денег не дает, но приносит удачу. Но для этого его хотя бы раз в день надо гладить по часовой стрелке, по животу. В Петропавловске достопримечательностей мало. Короткая набережная и несколько исторических монументов, в том числе посетившим эти земли знаменитым мореплавателем. В 21 веке столица полуострова перестала быть приветливой. За городом не следят. Дворы неухожены, на улицах много мусора и рекламы, в том числе алкогольной продукции и питейных заведений. Из общественного транспорта только автобусы. Но пользуются ими в основном льготники. Но у многих местных жителей своя машина. Регион один из лидеров в стране по обеспеченности личным транспортом. Правда, дорог с твердым покрытием мало. Еще меньше разметки. Возможно, ее вообще не наносят, поскольку полгода асфальт находится под снегом. Двухметровые сугробы для туристов могут стать настоящей достопримечательностью. А для местных жителей это обыденность. Еще одна обыденность для региона – плохая связь. Прошлой осенью на полуостров провели оптоволокно. Но до сих пор качество интернета и телефоней зависит от погоды. А тарифы – от единственного оператора. Мы на краю Азии. И здесь, конечно, совсем другие ориентиры. Для того, чтобы лучше сориентироваться на Камчатке, Сергей за неделю до поездки начал искать информацию о том, кто в регионе работает с инвесторами. У региона два инвестпортала – старый и новый. Оба обновляют новостную ленту. Но на старом перестали переводить новости на другие языки. А новый работает только на русском. Форма заявки спрятана в меню поддержки инвесторов. В контактах указаны все работающие с бизнесом структуры. Сергей выбрал агентство инвестиций, отвечающие за инвестпортал и корпорацию развития. Ее сайт поддерживает английский и китайский языки. Есть интерактивная карта проектов. Но ряд ссылок ведет на старый инвестпортал. А форма заявки спрятана от инвестора. Сначала придется отыскать внизу страницы красную кнопку, а потом в открывшемся окне незаметную ссылку. Агенту бизнеса необходимо проверить не только порталы институтов развития региона, но и качество общения по телефону. Первый звонок Сергей делает в агентство инвестиций и предпринимательство Камчатки. Скажите, пожалуйста, теоретически, вы кого видите на встречу помимо руководителя агентства инвестиций? Ну, то есть корпорация, я правильно понимаю, да, вам нужна? Да. Может быть, вам кто-то нужен из отраслевых органов? Из отраслевых нам было бы интересно по сельскому хозяйству. Там презентацию я вам отправлял. Да, министерство сельского хозяйства, допустим, да? Да. Может быть, еще министерство рыбного хозяйства у нас просто в регионе. Они разнесены, да? Да, здорово. Это тоже интересно, да. А вот в корпорацию развития на Камчатку потенциальный инвестор звонить не стал. У этой структуры есть представительство в Москве. Агент бизнеса отправляется на Китай-город. Еще одна удача. В столице находился руководитель корпорации. Он лично принял предпринимателя, быстро вник в суть его проекта и предложил площадку. В КЗРК я сразу вижу преимущественные условия для формирования нашего предприятия там. Потому что там у нас крупное предприятие планируется инвесторный проект по теплицам. Плюс это находится недалеко от основной трассы поставки рыбной продукции с западного побережья. Это как раз Житница, Ужбышеведский район. Это находится там от основной трассы где-то километра 3-5-6. Сложилось небольшое впечатление, что они конкурируют за инвесторов. Кто первый приведет инвестора. Агентство, оно более широкая структура. И она, конечно, поможет нам взаимодействовать именно с чиновниками и с бизнесом. Но корпорация – это вот та структура, которая будет сопровождать нас от начала и до конца реализации проекта. Заметьте, что предприниматель сделал эти выводы за неделю до поездки на Камчатку. И скоро мы узнаем, насколько они были точными. Сергея в аэропорту Петропавловска встретил представитель корпорации «Развитие». Агентство инвестиций организовало ключевую встречу с инвестором. Причем одну из самых многочисленных за все время поездок агентов бизнеса. Напротив предпринимателя сидело 10 человек. Руководитель агентства, заместитель главы корпорации «Развитие», представитель отраслевых министерств и администрации краевой столицы. В Петропавловске действует режим свободного порта. Эта уникальная мера поддержки разработана специально для Дальнего Востока. По составу льгот ее можно назвать особой зоной. Нулевой налог на землю, прибыли имущества, низкие страховые взносы. Несколько территорий в столице, крае и окрестностях объединены в Тассер-Камчатка. Это порт, аэропорт, ряд площадок в городе и паратунки. Близ поселка Раздольный строится агропарк «Зеленовские озерки». А вот промышленные парки на Камчатке развивать не спешат. У нас министр по развитию Дальнего Востока, он считает, что создание на территориях Дальнего Восточного спирального округа отдельно индустриальных парков нецелесообразно, потому что территория ближайшего развития заменяет собой индустриальные парки. Проект Сергея так заинтересовал камчатских чиновников, что еще до отъезда инвестора в местной прессе вышел материал о его визите. Фото к нему предоставила пресс-служба корпорации «Развитие края». Казалось бы, работа со СМИ – обычная практика, но мы встретили ее только при съемке 24-й программы. Агент бизнеса дополнительно отметил это. Суммируем оценки работы корпорации и агентства – 86,5 баллов из 100 возможных. Один из самых высоких показателей в нашем рейтинге. В тех областях и в районах России, где инвесторов уже много, где проектов много, иногда возникает чувство, что инвесторов, например, с нашим объемом уже не рады видеть и не рады сопровождать, потому что они ждут кого-то большего, большего и большего. То есть здесь, на Камчатке, готовы работать с любым объемом инвестиций. Одна из первых площадок, что показывают Сергею на Камчатке, находится в Петропавловске, территория бывшего асфальтобетонного завода. Из плюсов – в наличии все коммуникации. Из минусов – изношенность строений на площадке превышает 80%. Там необходимо производить снос устаревших зданий. И, наверное, это кому-то может показаться интересным с точки зрения, что оформить реконструкцию зданий значительно проще, чем сделать новое помещение производственного цикла. Но мы не готовы участвовать в такой истории. Следующий вариант – площадки, зарезервированные под промышленный парк «Дальню» одноименного поселка к востоку от столицы края. Участки разрознены, общая площадь – около 38 гектаров. В перспективный промпарк заявились 8 резидентов. Но активности на земле незаметно. Нас насторожило в нем, но относительно нашего проекта, что необходимо делать довольно большую вертикальную планировку. Нужен поробочный билет на тот лесной массив, который его сейчас заполняет. И это не совсем наш профиль. Агенту бизнеса показывают площадку в поселке Новый, к северу от Петропавловска. Территория бывшей зверофермы удачно расположена на основном маршруте поставки продовольствия в крае. По соседству крупные свинокомплексы «Мясокомбинат». Имеются газовые мощности, что для Камчатки редкость. Но есть сложности с подключением к электричеству. Мы поняли, что здесь необходимо модернизировать трансформаторную подстанцию. И это требует дополнительных расчетов, эффективности вложений в данную площадку. Наконец Сергея привозят на площадку, рекомендованную еще на встрече в Москве. Строящийся агропромышленный парк «Зеленовские озерки» близ поселка Раздольный в Елизовском районе. В якорных резидентах два тепличных комплекса. Рядом развивается крупная птицефабрика. Потенциальному инвестору площадка приглянулась и местоположением, и инфраструктурой. Территория полностью без перепада высот. Там в настоящий момент строится дорога, проведен газопровод, спроектировано и уже поставлено оборудование для трансформаторной подстанции. Нам кажется, что это то, что мы искали. Оценка предлагаемых площадок – один из ключевых разделов нашего рейтинга. Агент бизнеса поставил им 71 балл из 100. Сергеевну Камчатке показали шесть участков. Часть из них мы отобрали для эфира. И один из вариантов – устроил предпринимателя. Добавлю, что везде инвестора сопровождал заместитель руководителя корпорации развития края. Сергей посещает камчатских пищевых производителей, чтобы предложить им свою технологию, а также узнать, как вести дела в регионе. Максим – совладелец хлебопекарни в Петропавловске. Продукт номер один производят старым способом – на закваске и опаре. В сутки выпускают 1500 единиц хлеба. Стоимость одной булки около 90 рублей. Для Камчатки недешево. Ну а на полуострове для выпуска продуктов достатки только вода. Все остальные ингредиенты приходится везти издалека. Все ингредиенты, все сырье, оно, естественно, имеет наценку с ученым дальней перевозки. В этом плане, конечно, да. То есть, если сравнивать с затратами, грубо говоря, производства в средней полосе, и у нас, скажи, конечно же, да, такой процент идет достаточно серьезный. А выставить эту продукцию с этим процентом на рынок, она будет немножко неконкурентна. Поэтому приходится постоянно придумывать какие-то варианты. Играть с весовкой или усиливать рекламу. Не просто на Камчатке и с мясом. Крупнейший на полуострове холдинг реализует полный цикл производства свинины. От фермы до прилавка. Объем выпуска – 600 тонн в месяц. Это две трети мясного рынка региона. В планах полностью закрыть потребности края в свинине. Но крупный рогатый скот на Камчатке держать слишком дорого. Еще одна проблема – кадры. Молодежь не спешит пускать здесь корни и уезжает. Я понимаю, что мы не откроем тут еще институты, ни медицинские, ни какой-то, да. Это не наших сил. Но стимулируют, чтобы студенты приезжали обратно. И работали здесь. Это жилье обязательно. Это социальная защищенность, уверенность в будущем, что регион будет развиваться. Это стратегия региона. Это уровень заработной платы немножко выше, чем в центральных регионах. Что ж, агент бизнеса закончил свою миссию. Время подвести итоги. В этом нам поможет председатель предпринимательского сообщества «Клуб лидеров» Артем Аветисян. Артем, приветствую. Приветствую. Сергей провел на Камчатке почти неделю. Что можно сказать о деловом мастер-приимстве региона? В регионе очень заинтересовались проектом инвестора. Агентство инвестиций и корпорация развития края подготовились к визиту предпринимателя. Чиновники провели ключевую встречу и организовали общение с профильными ведомствами. Представитель корпорации сопровождал на всех площадках. А удалось ли Сергею найти подходящую площадку под свой проект? В регионе большой выбор зоны развития. ТАССЕР, режим свободного порта, строится агропарк и выделена земля под промышленный парк. Не мудрено, что Сергей к исходу поездки определился с площадкой под свой завод. Но инвесторам в регион стоит подходить к выбору внимательно. Одна из проблем края – не везде есть доступ к газу и электричеству. На Камчатке нет ни технопарков, ни бизнес-инкубаторов. Это сдерживает полноценное развитие региона. По нашим правилам, этот раздел рейтинга не исключается, а оценивается на 0 баллов. А как агент бизнеса оценил городскую и транспортную инфраструктуру региона? Инфраструктура Камчатки, безусловно, нуждается в развитии. Пока нет достойных аэропорта, гостиниц и дорог с твердым покрытием. Властям Петропавловска стоит активнее благоустраивать город. И что же получается в результате, Артем? Какая итоговая оценка? Итак, мы суммируем все полученные оценки. В итоге, в рейтинге делового гостеприимства Камчатский край набирает 61,8 балла из 100 возможных. Ну что ж, это уже 24-й регион, который мы проверяем. И Камчатский край занимает 21-ю строчку нашего рейтинга между Волгоградской областью и Архангельской. Ну а в лидерах по-прежнему Свердловской, Белгородской и Новосибирской области. Впрочем, впереди еще 6 регионов, так что итоговая картина может измениться. Кто будет в лидерах, узнаем совсем скоро.